всем привет всем доброе утро мы сейчас находимся на даче а вы находитесь на канале черновых в прошлый раз косили здесь и в этот раз тоже в этом году почему ты из-за того что теплая осень очень газон прет реально он прет его нужно косить раз в неделю точно мокрая трава потому что значит здесь был дождь ночью кстати так Я на стрессе осенью, знаете. Господи, здесь практически октябрь. А такая погода. Удивительно. Короче, если вы спросите, почему мы не снимали влоги, и иногда снимаем, иногда не снимаем, вы по-любому задаетесь этим вопросом. Кстати, кроты, а слово? Здравствуйте, добрый день. Я не знаю, что вам сказать. Откровенно хотите? Ну давайте. У Кирюши нет времени на это. Да, бывают дни, когда он запарит просто. Одно, второе, третье, работа и так далее. А в те дни, как бы, я могу, например, снимать, но мне не хочется. Влоги — это работа. То есть, это труд. Мы живем так, да? Это реально труд. Это мало того, что снять, запариться, что как, и так далее. Плюс это монтаж и так далее. Ну, сами знаете и понимаете. Хочется видеть в ответ отдачу, ну, например, незнаком, комментарии, к примеру, да? Не три штуки, а больше. Окей. Но при этом я очень понимаю, что нечего комментировать, потому что все ровно, да? И как бы, ну, что комментировать? Тем нет никаких. А что сказать? О чем рассказать? Выдавить что-то из себя? Нет. Если нечего рассказать, если не хочется ни о чем говорить, ну, то есть, ну, я имею в виду не о нас, а, например, там, поднимать какие-то темы насущные, да? Если не хочется, например, ну, неинтересно, например, обсуждать, что там происходит в мире или что-то еще, то специально это делать, это уже как будто бы нечестно по отношению к себе, естественно, ради, там, комментариев зачем. А так, если день проходит, просто ровно, ничего интересного не происходит, просто какая-то бытовуха, я прекрасно понимаю, здесь нечего комментировать. А потом это такое, знаете, замкнутый круг. Комментариев нет, отдачи нет, хотя по просмотрам все нормально. Просто нечего комментировать. Потом не хочется снимать, ну, мне в принципе не хочется, я не знаю, с чем это связано. Вот. Ну и так получается, что нет влогов. Вот. Или бывает действительно, знаете, день, в котором там ничего не происходит, ну вообще. Ты там сидишь, ветра мокрая, дома весь день, что-то там, там поубирался, здесь приготовил, там еще что-то сделал, там Кирилл целый день по делам, и вроде бы, и что снять? И нечего, да? И нечего, да? А другой, можно было и это все снять? Но не хочется. Потому что это, опять же, труд. Одно дело, ты просто дома что-то сделал быстро, а другое дело, над заморочиться, над съемкой. Ну, короче. Ну, это честно, откровенно, на сумбур какой-то, но чтобы вы просто понимали, почему иногда их нет. Сегодня мы приехали на дачу. Ой, смотрите, прямо посередине. Where is the one? Здравствуйте. Как ты тут? Приехали мы, я не знаю, насколько, наверное, ненадолго. Ева, где твой отец? Где папа? Где папа? Ну, я его потеряла. А вот он. Что, ты включал, колорифер? Вот. Да. Здесь Валя, Саша подарили вот такие вот лампочки. Да, и они знаете, ну вот, это не точь-точь. Посмотри, как тот. А, чуть-чуть отличается. Чуть меньше. Да, но по стилю вообще. Пойдем. Я боюсь, что они... Ты не бойся. Я боюсь, что на них попадет дождь и коротнет. Потому что они же незачащенные. Вот здесь мы планировали вот так вот сделать. Такой, очень красиво. Да, послушай, а почему на тот не попадает дождь? Потому что там, там крыша. Ну все равно косой дождь может попасть. Может быть. Напишите, у кого есть такие лампы, если мы поставим их вот сюда, вот, они же уличные. лапочки, если на них может быть чуть-чуть будет подать вода, это же ничего страшного, правильно? Давай у дедушки мы его спросим, он же электрик. Ну да. Ева, ну куда в грязь? Прикольно, одна здесь, а вторая вот здесь. Ну не так, прям на конце, но да. Ну примерно, ну примерно вот здесь. Да, да, да. Прикольно, ведь мне красиво очень. Да. Да? Офигенно вы такие две такие подсветочки. Я же еще эти дни все простывшая была. У меня видите, все же, ну такое уже, как сказать, концовка, да? У тебя уже, да, у тебя уже идет на это самое, на выздоровление. Короче, знаешь, мы в этом сезоне, еще, конечно, мы его не закончили, но мы так и не закончили с туалетом этот сезон. А, кто-то удивился, и я нет, потому что у него, напишите, девочки, у ваших мужей также сделать ремонт и потом на пять лет не делать клинтуса или какие-то мел... Ремонт на кухне мы же сделали, а в одном месте он не прошел с силиконом до сих пор. У столешницы, вот в одном месте. Во всех прошел, в одном такой, потом! И я такая уже про себя знаю. Потом! Суп с котом! Потом будет новый ремонт просто! Клинтуса в спальне мы не сделали с того еще ремонта, когда переклеивали белые обои. Да. Мы их не сделали, а уже делаем повторный ремонт. Ну, это же шикарно, что мы делаем повторный ремонт. И что он тут мне говорит про туалет? Конечно! А что ты там? То, что швы не замазал? Швы и не сделали дверь еще полностью. А то, что ты бетоном дальше не залил? А я забываю его взять в гараже, у меня есть готовый бетон, мне просто его развести с водичкой. Вот есть какая-то вот фишка у него. Черта у меня такая противная, да? Да, что-то не закончить. И вот как с этим девочке бороться? Вот расскажите мне... С этой фишкой не ты должен бороться, а должен бороться я. Я должен исправиться. Я исправлюсь. Ну, я же должна вдохновить на исправление, нет? Не надо меня вдохновлять. Ты меня и так каждый день вдохновляешь. Девочки, он перед всей аудиторией сейчас. Клянется, что он исправится. Я... Я эту... Черту характера вычеркну. Вычеркну. Из своего характера. Масло масляное. Шоколадка шоколадная. Из-за зеркала. Куда его повесить? Да, но нам дома не нужно. Можно прямо здесь, смотрите. Так вот. Как вам? Там очень красиво. А как ты так догадалась? Что? Что сюда? Давай зеркало прямо сейчас делаем. Не будем ослаблять. Нет, ты думаешь реально? А как с той стороны смотрится? С той стороны? Давайте. Покажу вам. Давай, будет компания приезжать. Будем здесь все фоткать. Да, давайте. Смотри, идем. Только высчитай, чтобы серединка была. Да. Это нормально. Офигенно. Только она повыше. Ну, почему повыше? Ты на свое лицо ориентируешься, а я-то на свое. На цепочки встанешь. Нет? Фигенно мне очень нравится. Нет, чуть ниже, чтобы посерединке. Как бы было вот так вот. Такое? Окей, не важно что сделать. Хотя вот, я нашла вам тему острую. Смотрите, я взяла вот этот раф-батончик, хотя я не люблю. Но этот в Lidl с хорошим составом, типа он без глютена, без сахара. Я хотела что-то к моей активе попить. Кокосовый? Ну, здесь фрукты, правда. Видите? С passion fruit. Кокос нормально, а passion fruit нет. А был другой. Был с какао. Но на нем была нарисована здесь вот эта знаменитая лягушка. 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 И что вы думаете? Я не взяла. Вот так работают средства массовой информации и соцсети. Хотя в интернете написано, что лягушка бледна. Там нет этому доказательств. Ну, вы же все слышали эту новость, да? Компания не принадлежит белгейцу. Я интернет делаю. И вообще, это больше как знак качества, да? Там, ну, очень много всего написано. Но что все это фейк, люди придумали. Кто-то там один слух пустил, и все понеслось. Я, если честно, на эту тему что думаю? Если бы нас хотели отравить, то это было бы как с вакциной. Нам бы не сообщали, что это вредно. Понимаете, да? То, что вредно, то, что направлено на плохое, об этом людям не сообщат. Но я интуитивно не взяла все равно не интуитивно, а то, что в подсознании засело, да, то, что люди говорят. Я не взяла батончик, где нарисована лягушка, но взяла без. Причем Кирюша взял пудинг с лягушкой. И сказал ему Полька. Вот, видите? Вот, что я думаю. А еще я думаю на эту тему, что эта информация вгоняет людей в страх. Вы думаете об этом? Если вы будете потреблять продукт с мыслью, что это безумно вредно, я от этого погибну. что-то случится. Вы знаете? Обязательно, что-то случится. Обязательно для вас это будет вредно. И даже если вы скушаете самое натуральное яблоко с дерева с такой мыслью, с таким страхом, то для вас это будет очень вредно. В нынешнее время нужно жить с одной мыслью. Что в моей реальности все хорошо, все полезно, все для моего здоровья и вообще все прекрасно. Потому что если вы так не будете жить, вы чеканетесь. Ну, в следующий раз возьму стабушки. У нас все очень быстро. Пока у Кирюшки ниже. Вдохновление надо делать. Быстрее по центру, не по центру. Не вдохновление, а вдохновение. А у меня что-то сказать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здесь, на седьмой. Здесь? А можешь ровно сделать? Вот так. А, со мной некуда. Ну, значит, сделай, как первый раз было. Вот так. Высота такая? Ниже, говорю, что чуть-чуть. Так? Подходит, да? Угу. Ты чем там, слюнями отмечаешь? Я бы сказал. Фу, батончик так себе, на самом деле. Ну, это он был полезный. Вы знаете, как на гематоген. Нет, он просто кокос с пешен фрут перемолотый. Я просто не люблю сладкое. Именно поэтому мы вчера купили вечером себе пироженки и сожрали. А сюда они так пошли классно. Просто жесть. Честно. Эти пирожные были вообще... Они, как сказать, они сделали наш вечер. Смотри, да. И не надо говорить, что я обещаю, я не делаю. Шикардос. А, она здесь так, знаешь, прям такой стиль. Боха-стиль. Потому что вот это здесь весело, которое я сама делала. Ты видишь, ты не успела подумать, а я уже сделал. Ты молодец, герой. Ну, офигенно, просто. Да, прям солнышко как будто. Дальше стало еще больше, потому что здесь урожай с дачей и расширилось все. Окей. Еще у нас урожай осенний, смотрите. Это яблоко. Одно, второе, третье. Ну, там еще чуть-чуть. Кирюша пошел к соседу заказать мед для Мони. У нас здесь самый натуральный в мире мед. А там яблони, у нас тоже, конечно, есть, но яблоки там вообще не вижу. Кто научил? Максимку научил пользоваться степпером. Да? давай, сила, сила. О, молодец. Закончились пульки, значит. Пульки? Ну да, это пульки такие. Ну, расскажи. Смотрите, что наконец-то я сделал, у меня белой клеенки не было, ну, нашел черную пленку, и вот пленкой мы черной обсудили наши политики. Потому что вы знаете, что мы из пленков много чего строим, и чтобы они у нас за зиму не сгнили. Сам будешь менять, что ли? Да, он имеет, чтобы они у нас за зиму не сгнили, мы накрыли пленочкой. Сына, нужно только осторожно, чтобы они в пальце тебе не запулились. Папа, молодец. Ты слышал? Да. Ну, ты молодец, что я могу сказать? Ну, я потратил на вот эту ерунду. Ну да, на самом деле. Нет, тебе маленькие, тебе маленькими будет легче. Там есть 6. Там 6? Какая цифра там? 6. Сейчас вытаскиваем. Это не дело. После того, как мы с Максимкой обшили наши палетки, мы с ним придумали, что нам мешает вот этот пень, да, и будем с Максимкой его выкапывать. Мы уже вокруг, вокруг обкопали, и Максимка сказал, что нужно что? Топор. Топор. Показывай, где у нас топор. Ну, знаешь, где у папы топор? Знаешь, показывай. Взяли мы у нас топор. Топор мне подарил зять. Кто топор подарил нам? Ярик. Правильно, Максимка? Так, знаешь, что ты сейчас будешь делать? Я тебе даю камеру, ты держи ее и снимай. Моя. Снимай, просто снимай. Только, пальцы, 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 сынок. О, и можешь встать чуть-чуть дальше. Ты сегодня за оператором. Пальчики, не, встань дальше. Ты хочешь встать на стульчик? Да. Давай, подожди, давай стульчик чуть-чуть поддальше. Ты будешь стоять и будешь снимать. Вот, здесь он стоит. Хорошо, залезай. Главное, чтобы пальчики прячь, да? Да. Потому что здесь я буду топором работать. Опа. Папа. Ну? Та-та-тура. Аккуратно, конечно. О, смотри, вообще, корни уже прогнили. Смотри, ты видишь? И мы сейчас возьмем его и... Еще надо чуть-чуть? Да. Топором или лопатой? Топором. Аккуратно пальчики, главное, чтобы не попадали в камеру, да? Да. Фух. Топором. Опа. Видал? Давай, и раз, три. Да, нифига, не идет. Значит, надо подкопать еще. Опа. О! Вот он где держит еще. Опа. Снимаешь? Да. Молодец. Ого. Да ну что? А что, ты устал? Да. Ну давай, покажешь все, когда снимем, когда все будет. Давай, ставим его. без стопора. Давай. Сюда. Сюда давай. толкай, толкай, толкай. Ну, толкай сам. Я думал, что будет тяжелее. Ооо. Да, ну как, место стало все же больше. Ничего, что Макс с топором острым. Он знает, что это такое. Ну, шикарно. Угу. Ага. Все. Сына, сына, пожалуйста. Нет, это, нет. Макс после дачи мы приехали домой. Ночью, что здесь не было дома. Я поехал на один объект, там нужно было решить насчет кухни. Знаете, как? Один человек хочет делать кухню так, другой человек хочет сделать кухню так, и поэтому у нас там была такая небольшая конференция, небольшой зум, и решали, как это делать. И пришли к общему знаменателю. Это хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok.